Развитие научно-производственной, интеллектуальной и культмассовой деятельности. Такой курс на последующие два года наметила новая команда Совета молодежного объединения «Газпромдобыча надым». Около 20 лет общественная организация объединяет свыше 3000 молодых работников предприятия, которые стремятся проявить себя как с деловой, так и с творческой стороны. На общем собрании делегаты всех филиалов компании надымских газодобытчиков в повестке дня конференции, отчет о деятельности молодежного объединения и выборы лидера общественной организации «Газпромдобыча надым». С напутственными словами к участникам обратились члены президиума. Они высоко оценили деятельность активной молодежи компании и пожелали не останавливаться. Будьте активны, будьте настойчивы, добивайтесь своего, и все это пойдет на пользу не только предприятию или тем людям, которые вас окружают, но и вам лично. Итоги работы за прошедшие два года подвел лидер молодежной организации Владимир Васехин. За это время серьезное внимание было уделено информационной, научно-производственной, благотворительной, культ массовой деятельности и сотрудничеству с молодыми коллегами из других дочерних компаний «Газпрома». Наша организация была всегда видна, она была всегда уважаема, и нас всегда знали другие дочерние общества и интересовались нашей деятельностью, поскольку она была всегда интересная и активная. Наиболее активные члены молодежного объединения были отмечены благодарственными письмами. На следующие два года переизбран совет молодежной организации, а также предложены кандидатуры на должность председателя, поскольку по достижению возраста 35 лет Владимир Васехин, согласно уставу, сложил свои полномочия. Мы изменили штат нашей, структуру нашей организации, она стала более обширной, мы стали охватывать большое количество молодежи и проводить, я думаю, в четыре раза больше мероприятий, чем по сравнению с предыдущими годами. За право возглавить молодежное движение «Газпром Добыча на дым» боролось два кандидата – целеустремленные, активные и инициативные. Евгений Юшта – инженер из администрации, и Алексей Михеев – техник из управления организацией реконструкции и строительства основных фондов. Они рассказали о себе и предложили свое видение развития молодежной организации в целом. Деловой спор между ними решили открытым голосованием. За Евгения получается 187 голосов. За Юшту Евгений точно. Да. И за Михеева 50. Большинство голосов делегаты отдали за Евгения Юшту, и с этого момента он – председатель молодежного объединения «Газпром Добыча на дым». Евгений поблагодарил всех за оказанное ему доверие и пообещал его оправдать. Конечно, курс, который задал нам новый представитель молодежного объединения, верный. Это, в первую очередь, сохранить фундаментальные наши направления, которым занимается молодежка, плюс привлечение специалистов с полуострова Ямал на отдаленных промыслах, которые у нас трудятся, и сохранение работы в области рационализаторства. Успехов в ней желают новым лидерам молодежного объединения компании Оксана Захарова и Олег Зубко. Телевидение «Газпром Добыча на дым». Редактор субтитров А.Семкин